Отправиться в уникальное путешествие по России может талантливая молодежь. За участие в конкурсах и олимпиадах перспективных школьников, студентов, даже взрослых, бесплатно отправляют в мини-отпуск по федеральной программе «Больше, чем путешествия». В этот раз гостей принимал Хабаровский край. Что показывали путешественникам, расскажет Татьяна Репина. Из 79 регионов России путешественники выбрали Хабаровский край. На этот раз остановка национальное село Сикачи-Алян. Приехали туристы посмотреть достопримечательность мирового значения – петроглифы. От возможности увидеть рисунки древних людей не отказались даже в дождливую погоду. И не зря. Влажные изображения читаются намного лучше. Возраст этих петроглифов всегда всех очаровывает, потому что 12 тысяч лет до нашей эры плюс 2000 наших – это уже 14 тысяч лет, и людей сразу привлекает в возраст такой основательный, большой. Во-вторых, изображения на камне, которые были нанесены древними людьми, они, видимо, обладают своей энергетикой. На территории национального села было найдено около 300 древних изображений. Туристы приходят сюда помедитировать, зарядиться мощной энергией и буквально прикоснуться к наследию предков. Петроглифы смогли увидеть 27 туристов из разных регионов. Не оставили гостей и без традиционных развлечений. Местные коллективы исполнили нанайские песни и танцы под шаманские бубны. Показали фольклорные номера. Также мы провели для гостей наших экскурсию в нашем маленьком музее, или мы его называем «обзорная комната», где представлены быт и атрибутика различная народов севера. Получить бесплатную путевку могут перспективные и талантливые молодые люди со всей России. Это участники и победители олимпиад и конкурсов в самых разных сферах. Наука, программирование, дополнительное образование или менеджмент. Программа «Больше, чем путешествие федеральное» принимают молодежь разные регионы. Я решил отправиться в самую дальнюю точку от Калининграда. Естественно, это город Владивосток и Хабаровск. Не жалею ни о чем. До этого я, например, не имел представления о том, что одежда может шиться из рыбьих шкур. Это было для меня достаточно большим открытием. Приезжают туристы не только, чтобы отдохнуть. Место, где останавливаются, стараются облагородить. Например, устроить субботник. Общественно полезное занятие продумывают специалисты региона, в который приезжают путешественники. Татьяна Репина, телеканал «Губерния».